Всем привет! Смотрите, я думаю, можно сделать обзор краткий всех данжей, которые я прошел. В основном они 7 плюс левел, поэтому, может быть, вам будет интересно. У меня не идеальная пачка, не супер донат, но почти все данжи прохожу на авто. Начнем с этого. Здесь, конечно, у меня нету кай или три стана, но такая команда без проблем справляется на авто. Единственная фишка, что нам нужно бить в начале лапки. Следующий данж. А, десятый пока не могу осилить. Нужен хил, наверное, посильнее. Следующий данж. Здесь все еще проще. То есть, если есть Мерлин, он бьет автоатакой вторым скиллом. Давайте даже покажу, какие навыки я использую. Так, заходим на стройки. Мерлин бьет чисто вторым скиллом, Ангуш бьет третьим либо первым, и Изольда бьет первым скиллом. Главное успеть нажать, чтобы наша команда начала бить по центру. И все. Команда бьет. Ангуш не так сильно прокачан. Если бы он был прокачан, то я бы проходил его на максимум. Единственное, бывает не суразится, что босс все-таки вешает доты в начале, если неправильно у нас подобрана скорость. Так, и давайте еще удар. Все, у нас иммунитет к доту. Все, и так продолжается. Конечно, кто умирает, если что, даже Мерлин практически в соло, может всех затащить. Так, следующий данж. Седьмой, восьмой пока нет смысла, дроп сильно не меняется. Здесь еще проще. Мы выбираем босса. Так, смотрим сеттингс. То есть, бан бьет всем, чем можно. Сара то же самое. А колон бьет либо вторым, либо первым навыком. Мерлин, как всегда, просто бафает, чтобы все быстрее атаковали. Бьем вообще, игнорим лапки. И как бы занимает это не так уж мало времени, но проходится. Опять же, если прокачать чаров, или у бана будет более зеленое оружие, то вообще будет проходиться все очень легко. Тараска. Шестой уровень пока сложный. Здесь у нас вот такая пачка. Конечно, Мерлина бы заменить на кого-то, понижающего атаку на того же Тристана, например. И у него пассивка, если не ошибаюсь, под этого босса. Ну, я Тристана еще не качал. Как бы нет на него ресурсов. А так он бы неплохо очень помог. Так, нет. Здесь я не вижу пассивки от Тристана. Ладно. И тем самым, как бы, босс убивается моим составом. К сожалению, на полуавто. Либо иногда и на авто. Переходим в Эквип. Вот, к сожалению, Эквип 8 уже нужно ручками. Хотя, практически всегда прохожу. Здесь у нас Сегрид плюс один. Если она будет плюс три, то замечательно. Сара. Водяная пушка. Кстати, водяная пушка берется бесплатно. За прохождение седьмой истории. В чем ее фишка? Во-первых, у нее более мощный хил в одну цель. И по АОЕ-шной хил чуть-чуть помощнее. А в одну цель она будет очень-очень сильно хилять. Я думал, это тоже АОЕ. Оказывается, нет. Это все-таки соло. И если вы проходите ручками, то нам нужно смудриться атаковать так. То есть, первые раунды мы просто АОЕ-хил используем. А когда появляется босс, мы бьем первой атакой. Чтобы все было прекрасно и замечательно, одеваем немножко точности. То есть, с эффектов. Иначе босс может задоджить. И в результате мы не попадем своим скиллом. А если у босса не будет бафов, то он сносится вообще на раз-два. Девятый уровень. Не хватает хила. Ну и статов. Седьмой. А, здесь тоже восьмой прошел. Нифига себе. Так. Здесь такой состав. Как бы фишка Гвеневры в чем? Она у нас защищает от аномальных статов. Босс не такой уж живучий. Сара тоже помогает. Просто своим хилом. И бьем, как и всех боссов. Как бы стандартно. Убираем. Убиваем лапки. А потом добиваем босса. Зеленый. Если будет бан, то босс просто сносится на ура. Я думаю, и девятый уровень вполне реально пройти. Хотя здесь разница 30 левелов. Босс действительно станет сильным. Так. Этот босс вообще создан, наверное, под огненного бана. То есть, ничего сложного. Огненная пушка. Опять же, защита от статусов Гвеневры. Зеленая сара. И убивается практически на авто. Так. Теперь более интересный наш храм. Здесь уже приходится нам действовать ручками. То есть, в чем фишка еще? На седьмом уровне, когда босс 100 плюс уровень, у нас появляется проблема с точностью. Решается она достаточно легко. Мы берем, ищем шмотку, которая дает точность попадания. Вот мне повезло. Я думал, что это ерунда. Но выпала такая вигар сережка. Если раньше я мазал очень часто тем же баном, то сейчас попадаю, и босс не составляет огромных проблем. Что еще важно на этом боссе? Если есть возможность, допустим, где же у меня точность эффектов, поменять эффект резист, например, тому же бану на точность эффектов, эффект аккуратности, но видите, у меня, к сожалению, другой, то тот же бан будет еще интереснее. За счет того, что он регулярно сможет кидать дебаф. У меня выпало то, что выпало, и, к сожалению, как бы приходится этим пользоваться. Видите, пять звезд, хороший крит. У меня с критом жуткие проблемы. Ой, вот у меня шмотка. Четыре все-таки звезды. Здесь крит шанс, атака дается. Небольшая точность, но резист. Я думаю, возможно, даже стоит все-таки обменять на эту шмотку. Но здесь доступы плохие. Так, то есть восьмой уровень, но пока слишком сложно. Я думаю, если я прокачаю того же бана, то есть нападают ему вот эти значки лошадки, то можно даже и восьмой попытаться. Небольшая разница в уровне, значит, у нас бас не будет настолько сильно увеличен в христотах. Так, червячок. Вот мне он не нравится. Достаточно мощный, хотя в крайний раз я убивал его. Он, когда остается половина хп, постоянно требует каких-то дебафов, много мультиатак и так далее. Тем самым я как бы убил даже без всяких трудностей. Вот стандартный состав моей пачки. То есть Сара, Гюневра, которая помогает, особенно на первом этапе. Ну и бан дамажит. Единственное, за что переживаю, на сотом уровне уже нужен повыше дамаг. То есть у нас, когда у босса последняя, первая часть, последняя полоска, нужно нанести очень-очень сильный урон. К сожалению, у меня этого урона мало. Вот так вот проходится моим составом все боссы. Я думаю, конечно, плана надо будет в будущем менять. Он крут, но за счет того, что он рад, то у него статы пропадают. А так персонажей мало. Конечно, в Мерлине немножко разочарование, потому что, ну, вроде как он и крут, но уже не так тащит, как раньше. Моргана тоже, как бы, если она прокачана, да, замечательно. Но не на всех боссах она срабатывает. Сегрид понравилась мне. Но под нее нужен хороший шмот, чтобы она хорошо жила, плюс точность эффектов ей нужна. Ну и желательно С3, да. Бодивер завтра будет у нас. Возможность прокачать чар шикарный. Единственное, придется резетнуть. То есть резетнуть, чтобы прокачать первые два скила, и тогда он станет действительно хорошим. Ну и все-таки, наверное, потрачу на него вот эти чиволажи. Опять же, уже сет на Вигор ему особо не нужен. будет. Но как-то надо будет умудриться ему прокачать звездочки. Тогда вот на шести звездах он начнет дамажить. Ну и крайне последнее, что лего у меня есть. Ну у всех кристалли есть вот эта девушка. Думал, что она достаточно интересная. Но что мне не понравилось, у нее что со скила, снижение дефенс, что от пассивок, снижение от реликов, снижение защиты. Вот еще один навык снижения защиты. В чем фишка, я не понимаю. Была бы разница какая-то. И непонятно, кем ей быть. Соло дамагером или командным дамагером. Но также у нее есть интересный навык. Вот, наверное, да. Когда она водяная будет. Тогда она действительно заиграет. Вот хороший навык. То есть, сейчас снижение доджа очень помогает. И снижение крит резиста. То есть, если бы найти на нее оружие ветреное, возможно, она бы круче была бы, чем будет вера. То есть, она может и дамажить, она может и дебафать. И за счет этого она действительно заиграет. Ну и неплохие у нее рыцарство очень хорошее. То есть, пассивки, которые повышают статы, повышают крит шанс, снижение дефа и так далее. То есть, она полу-ДД, полу-суппорт. И, к счастью великому, она не имеет плохие силы. Ну, рыцарство плохое. На этом все. Надеюсь, мое видео будет полезно. Всем спасибо. Пока.